К нам в микробиологическую лабораторию Башенком поступил образец питоспорина пасты с подозрением на подтелку. На упаковке указана партия 10, дата изготовления 15 февраля 2018 года. Сейчас мы отберем пробу и проведем анализ по физико-химическим показателям и определение титра бациллесуптилис. Продолжение следует... Прошло 5 суток и сейчас мы можем ознакомиться с результатами микробиологического анализа. Для начала мы вас познакомим с оригинальным препаратом, как он выглядит на чашках Петри с питательной средой. Здесь мы наблюдаем, что при 10-кратных разведениях титр, фитоспорине пасты производства Башенком не менее 1 на 10 восьмой степени. И по росту чашек видно, что колонии ровные, одинаковые и отсутствует посторонняя микрофлора. А теперь посмотрите результаты анализа поступившего к нам образца. Значит, на ряде дифференцированных сред мы наблюдаем. Да, образец содержит бациллесуптилис, но в количестве менее 3-4 степени. Это характерно для любого нестерильного микробиологического производства. Этого количества недостаточно для эффективного действия препарата. Дальше, на средах МРС мы наблюдаем, что в препарате отсутствуют дрожжеподобные грибки, либо простыми словами дрожжи, но имеется наличие суптилис, но в титре менее 2-3 степени. На диагностических средах КГА, на которых выявляются плесневые грибы и обсемененность, мы наблюдаем, что суптилис тоже имеется, но большое количество воздушной микрофлоры. На средах ЭНДА не выявлены бактерии группы кишечной палочки. Общая картина говорит нам о том, что препарат был произведен в нестерильных, простых условиях. То есть никакого микробиологического синтеза мы здесь не наблюдаем. Образец полностью обсеменен, но содержит небольшое количество суптилис. Судя по результатам анализа, мы можем с уверенностью сказать, что образец не производства компании Башенком. Субтитры создавал DimaTorzok